К нам присоединились бойцы спецподразделения «Я сам» полиции Израиля. Встречайте вместе со мной в этой студии Игорь Богуславский. Доброе утро. Здравствуйте. Уже день, вы правы. И Ярон Якубов. Здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Итак, насколько я понимаю, вы были просто-таки в пекле всей ситуации 7 октября. Вы принимали непосредственное участие в спасении наших граждан в рамках спецподразделения. Расскажите вообще, чем отличается спецподразделение «Я сам», все, что можно сообщить нашим зрителям. Я знаю, что за нами всегда наблюдает пресс-секретарь полиции Михаил Зингерман, и ничего лишнего рассказать все равно не удастся. Однако вот хочется от вас каких-нибудь секретиков сегодня и особенностей вашей работы. Игорь, давайте начнем с вами. Смотрите, особенности работы, мы отличаемся от простых полицейских тем, что у нас подготовка лучше, и специализация другая, как бы мы больше работаем с преступностью, которая не на улице, более организованная преступность. И мы с заложниками, я немного с русским. Мы попробуем перевести вместе. Да, конечно же, заложники. То есть, подготовка другая, курс другой проходим в конце. Войны, рухамим, можно сказать так. То есть вы действуете не только на территории еврейского государства, но и иудеи и самарии на территорию? Когда надо. Мы можем зайти и выйти, сделать работу. Вот мы видим ваше подразделение на фотографии на нашем экране. То есть вы говорите как Голда Мэйр, да? Нет у нас ядерного оружия, но когда надо. Да, когда надо, мы делаем работу, где надо. Спасибо большое, Игорь. Ярон, можете добавить об особенностях вашей работы? Добавить, как я люблю часто говорить, что есть полиция синяя, полиция зеленая. То есть зеленая – это мишмарагвуль. И в принципе в синей полиции я сам – это бойцы. Нет других бойцов. То есть это бойцы синей полиции. Несмотря на то, что форма у вас черная? Ну, я синюю полицию имею в виду, что знаете, машины синие, есть машины зеленые. Зеленые – это мишмарагвуль, а синие – это полиция. Это полиция обычная израильская. И в этой полиции я сам – это бойцы. То есть не то, чтобы я хвалю, но получается выше нет. Ну, получается командос. Выше нет. Ну, это не командос, это ОМОН, это русский ОМОН. Ну, давайте не будем сравнивать с русским ОМОНом, а то становится страшновато. Чтобы понять, да. Окей. Значит, история, насколько я понимаю, заключается в том, что ранним утром 7 октября, в ту самую Черную Субботу, вы, Игорь, были непосредственно возле Кибуцеры, там, где проходила вечеринка Супернова, печально известная. Расскажите, пожалуйста, как для вас началась эта война, расскажите, что вы видели, с чем вы сражались, насколько это было ужасно. Началось это, нас подняли по тревоге, все подразделение приехало на базу, взяли автоматы, бронежилеты, все. И получили указание, куда ехать. Я и четыре цевета, команда, группа, мы на машине, поехали на перекресток Цухар. И когда мы ехали туда, мы уже получили известие насчет Хиньон Рэй, это где был сам фестивального. Да, да. И просто повернули на Кибуц, мы не доехали до самого фестиваля, потому что уже в Кибуце, в заднем въезде в Кибуц, мы завязался бой с двумя тендерами шля мхабли, шля террористов, и где-то 12 террористов, завязался бой. То есть вас четверо и 12? Да, который продолжался минут пять, и потом террористы получили подкрепление еще два тендера, то есть уже было где-то 25 человек. И вот так вот мы продолжали около трех часов, не только четверо, через какое-то время к нам подошли еще силы нашего отряда, спецотряда, еще простые полицейские. И продолжали бой три часа, пока мы не потеряли двух бойцов, Алексея и Уриэля. Светлая им память. Да. Аминь. И потом, после трех часов боя, мы закончили, я получил ранение, меня вывезли, а бойцы продолжили. Куда вы были ранены? Прошел через руку и порел. Насколько это было тяжело? Ну, судя по тому, что вы сегодня уже сидите с автоматом в этой студии, вы вернулись к службе. Да. Я кинул не такое тяжелое ранение, просто, как говорят, мозаль, потому что сантиметр не туда. Везение – это, конечно, то, что необходимо. Важный вопрос. Давайте по-честному. Я понимаю, что вы команда и круче вас нет никого в полиции Израиля, однако какое соотношение вообще реально в том, чтобы в бою победить? Мы говорим, что 25 террористов, а у вас было четверо, в какой-то момент присоединились еще бойцы, но вы, очевидно, были в меньшинстве. Какое соотношение? Я даже не знаю, как сказать. Соотношение сил? Да. Наших и… Соотношение сил, чтобы мы понимали, что мы можем победить вот это количество террористов. Когда вы видите перед собой огромную толпу из 25 человек, насколько это было напряженно? Это не всегда было 25 человек, это было и больше, и меньше, они все время подтягивались со стороны границы. Да. И это не всегда было видно. Бои были… Ну, вот наше подразделение были бои в четырех, в пяти местах, можно сказать. И соотношение сил, конечно, оно не одинаковое, но ты про это не думаешь. И соотношение вооружения тоже не одинаковое. Да. И про это, опять же, ты не думаешь. В принципе, вы до этого сказали, что было чудо, нужен Мазаль. Там было очень много чуда, на самом деле. Каждый день ты понимаешь все больше и больше. Как я говорю, я говорю так, в тот день это было то, что было, но чем дальше мы отходим от того дня, мы понимаем, насколько, ну, это было очень большое иру, очень большое событие. Да, очень тяжелая резина. И, в принципе, да, бойцы воевали, и воевали героически, погибали. Соотношение сил не одинаковое. И вы успевали спасать еще людей с этой вечеринки, я правильно понимаю? Да. Вывозили людей, были те, которые вывозили, были те, которые воевали, вывозили не только… И гражданские лица тоже, волонтеры всякие вывозили. То есть это была война, это был полный бардак. Это был полный бардак, по-другому быть не могло. И я считаю, что там было очень много чудес. Очень много чудес. Без этого, без того, чтобы Бог там помог, там было бы намного-намного хуже. Сколько дней продолжался бой, сколько часов продолжался бой 7 октября, в котором вы непосредственно принимали участие? Сколько времени бой продолжался. Он продолжался с утра, вот как Игорь сказал, нас вызвали. Еще до того, что мы получили сообщение официальное, мы уже стали одеваться и подъезжать. И никто же не понимал, что происходит рано утром. Мы получили авгазот, мы получили бомбежки во все города юга, необычные бомбежки. И мы получили по WhatsApp фотографии. И когда мы уже увидели, что фотографии террористов, которые зашли на нашу территорию, территорию Израиля, тут просто, я уверен, что каждый отдел форума в конце концов так и получилось, все приехали. И мы просто подъезжали, заполняли наши машины, выезжали. И включали рацию. И по обстоятельствам мы распределились, как я до этого сказал, в четырех-пяти точках во всем приграничии. И да, я не был с Игорем, я был в другом месте. В принципе, я должен был приехать туда, где Игорь был. Но по дороге у нас были столкновения, и мы работали по обстоятельствам. Вы говорите про присутствие чудес в том, что происходило. О чем вы думали в момент, вот Игорь говорит, и вы говорите, ты не думаешь о количестве оружия, сколько у тебя есть, ты не думаешь о количестве террористов, которые выступают против тебя. Но очевидно же, в голове, кроме того, чтобы прицелиться и четко выстрелить, кроме того, чтобы забрать своего раненого бойца, ты думаешь еще о чем-то. Вот какие были эти мысли в условиях, когда нет точной картины происходящего, мы понимаем, что это глобальная ирон, мы не понимаем еще масштабов 7 октября, большинство из нас все еще находится в шоке. Наверное, что у бойцов спецподразделения нет времени на шок, нет шанса на шок, но мы все еще люди, у нас все еще есть мысли. Вот о чем вы думали? Нет, шок есть у всех, он или до, или после, или намного позже. Шок есть у каждого человека, каждый человек боится, нет такого, что человек не боится. Во время, надо понимать так, мы туда, когда мы туда были по дороге, мы были по дороге, мы не понимали количество, мы понимали, что есть, мы не понимали количество, когда мы приехали, мы начали видеть количество, то есть, как Игорь сказал, подъезжает машина, подъезжает еще машина, да ты думаешь за оружие тоже то есть у каждого есть определенное количество рожков для автомата и определенное количество патронов до патронов рожков до этих магазинов как сказать на русском и нет умный боец он думает умный боец он думает сколько у него осталось он не стреляет как попало и куда попало в принципе это работа на самом деле мы проходим мы проходим учения мы немало проходим учения и да это как на учениях ты готовы к такому масштабу катастрофы не к такому к такому никто не был готов у нас есть в полиции уже очень давно уже лет восемь есть приказ на на эту тему что то есть мы знали знали что когда-то это случится но как это случится когда это случится каком количестве это конечно нас нас поймала врасплох ну я между страну да и но учение про проходили учения проходили конечно по по приказу который уже восемь лет даже кажется больше существует то что делали полицейские они должны были делать они должны были быть то что называется третий круг не 1 не 2 3 круг так случилось что полицейский в тот день все полицейские не только на острие этого столкновения что они оказались на первом передовой на передовой на в первом ряду то что называется и воевали просто все героически даже и бойцы и не бойцы там были разного разного вида полицейские и все те кто имели шанс воспользоваться своим личным оружием и профессиональным оружием рабочим оружием да и я снова вернусь к этому без чудес там не было не было там вот у нас например нашем подразделении от 12 до 15 раненых почти все ранены в ногу или в руку ну как это назвать по-другому кроме как чудо у нас есть двое двое погибших как игорь уже сказал это алексей будовский и уриэль авраам героически погибли сели героями остались героями светлой память да они конечно же были героями я бы хотела вернуться к к вашему ранению к счастью она была легким в руку сколько времени заняло у вас восстановление до возвращения и вот и вот эти две недели как раз таки наверное самые сложные вы видите как ваши товарищи продолжают бой продолжают защищать страну а вы лежите дома и восстанавливаетесь как справиться с этим психологический психологический аспект это тоже очень если вам скажу что я был дома мне потом дома жена я не я не был дома даже то время когда были на больнице я пришел в больницу сороку мне поставили скобы через час я вернулся на работу я не вернулся я вернулся на базу и рацией слушал что происходит уже другой взял другой бронежилет был готов как бы если надо вернуться но не пришлось не пришлось потому что люди закончили и бойцы которые остались время не 8 часов вечера закончили армия пришла взяла в свои руки всю контролировал ситуацию там и 8 часов они вернулись я две недели дома не был как бы был на больничном они дома то есть вы не смогли отключиться от того что происходит это масштаб катастрофы повлиял или просто ваше стремление может а рой ству не дать себе спокойно полежать денечек то не геройство когда ты командир и у тебя двое погибших и у тебя люди остались еще там каждый командир это бы сделал другом быть не может сколько людей удалось спасти я вам не могу сказать сколько людей мы когда ведь вы помните что-то какой-то момент как мы были около кибуцерей мои бойцы которые зашли в сам кибуц я знаю что они спасли где-то 15-25 детей которых там им послали где где они находятся в самом кибуцерей да они дошли туда через окно этого мама да защищенный комната них вытянули это я знаю сто процентов сказать вам сколько вот именно вся эта ситуация когда мы зашли в бой и сколько на себя террористов вытянули которые не смогли продолжать убивать тех же людей сказать возможно там не знаю сколько на ситуация была слишком тяжелая однако я благодарю вас за то что вы нашли в себе силы рассказать об этом я полагаю что бойцам говорить как раз таки сложнее чем контролировать ситуацию на местности и конечно же бесконечно благодарна полиции израиля за то что несмотря на то что это застала ситуация страну врасплох вы были на передовой и вы взяли на себя весь этот удар и террористическую активность на себя и и смогли остановить это в тех масштабах которые безусловно катастрофические однако они могли бы быть значительно больше если бы наша полиция не отреагировала так быстро как она это сделала спасибо вам огромное спасибо что продолжаете верить в чудо и защищать нас с божьей помощью и с помощью автоматов спасибо вам ярон игорь благодарю вас берегите себя пожалуйста на защите нашей родины бойцы спецподразделения я сам полиции израиля приняли участие в нашей программе именно они ранним утром 7 октября в черную субботу были на передовой и собственным телом и собственными автоматами защищали наших граждан на юге и спасали тех кого можно было спасти